Продолжение следует... ...управляющий областным отделением пенсионного фонда России Сергей Тодоров, предложенный в состав комиссии губернатором. Чераков сразу взял самоотвод. За Якуша проголосовали всего двое, а Сергей Тодоров был избран председателем комиссии девятью голосами за. Заместителем стала секретарь общественной палаты Лидия Герасимова. Ее кандидатуру одобрили десятью голосами из двенадцати. Что касается сроков проведения конкурса, то они следующие. Первый этап это подача документов кандидатами, которые желают бороться за должность мэра Омска. Документы можно будет подать до четвертого апреля включительно. Принимать их будут в здании горсовета. После этого пройдет второй этап, на котором планируется регистрация кандидатов в мэры перед рассмотрением их кандидатур конкурсной комиссии. Итак, регистрация состоится 6 апреля с девяти до двенадцати часов также в здании горсовета. И, наконец, третий этап это собеседование с кандидатами. Он пройдет 14 апреля. По итогам собеседования члены комиссии голосования им выберут тех кандидатов или того кандидата, которых они представят Омскому городскому совету, депутаты которого, собственно, и выберут нового мэра Омска. Особо сегодня было подчеркнуто, что в полномочиях новый мэр ничем не будет отличаться от мэра нынешнего, который избран всенародным голосованием. По уставу новый мэр обладает абсолютно такими же полномочиями. Что касается возможных случаев с разделением голосов, поскольку в комиссии 12 членов, теоретически, голоса могут разделиться при голосовании. Вот что сказал Сергей Тодоров о роли председателя в этом случае. Есть одна особенность, что законодательством и нормативными документами, которые приняты, предусмотрено при возникновении вопросов, которые не прописаны в нормативных документах, прописано определение права председателя конкурсной комиссии для принятия этих решений. Председатель комиссии пояснил также, каких критериев он сам будет придерживаться при голосовании за кандидата на должность мэра и каким должностным деловым качеством будет уделять наибольшее внимание. Чтобы был грамотный, опытный, честный, порядочный человек. Итак, ждать осталось недолго. К середине апреля мы будем знать имена кандидата или кандидатов, которые будут представлены на рассмотрение депутатов городского совета для наделения их полномочиями мэра. Денис Иовлев, Сергей Гаев, Александр Козлов, 12 канал.